1 сентября новый учебный год должен начаться в средней школе номер один в Чебоксарах. Эта школа на улице Гладкова построена по федеральной программе, согласно которой российский бюджет оплачивает 70%. Остальное бюджеты субъектов. Ее возведение началось полтора года назад. Строительные работы закончились весной, оставалось только благоустроить территорию. Но оказалось, что к обещанному сроку многое сделать не успели. С подробностями Татьяна Молокова. Акт о сдаче школы был подписан на этой неделе, но к готовности объекта есть много вопросов. В списке недоделок 25 пунктов. И все они должны быть исправлены к 1 августа. Основные претензии к стадиону. На прошлой неделе площадку здесь залили бетоном, но он застыл неровно. Пришлось переделывать. Генеральный подрядчик и представитель надзорной организации обещают, что на следующей неделе здесь уже будет уложен асфальт. И начнется монтаж резиновой дорожки. Асфальт как положено, неделю надо выдержать, чтобы он застыл асфальт. 21 июля. До конца. 1 сентября должны пойти дети в школу. До этого учебное заведение должно получить лицензию. Я правильно говорю? Вообще все эти обязательства должны быть до 1 августа сделаны. Как утверждает подрядчик, работу на стадионе не начали вести только несколько дней назад, когда установилась теплая погода. От проливных ливней здесь лужат до сих пор. До 1 августа надо исправить недоделки и спортзали. Сетки должны, да, выйти сюда? Есть сетки? Есть сетки. А радиатор что не закрываете? Радиатор что не закрываете? Позже. Мы по другому делу решили, не по проекту, а побольше защитить. Нет, ну вы захочу, это вы же не делаете. Мы сказали, все. Много работы осталось еще в мастерских. Здесь надо отцикливать деревянный пол, покрасить стены, установить оборудование. По словам представителя генерального подрядчика Сергея Лаврентьева, сделать это они пока не могут. Полы сырые, дерево должно просохнуть. Но в любом случае, через неделю здесь все будет готово, уверяет Сергей Лаврентьев в комиссию во главе с председателем Кабинета министров. Все у вас на следующей неделе, да? Зайдите, приехали. Генеральный подрядчик ищет оправдание срыву графика. Есть замечания, которые переделываем. Первое, наверное, недостаточно грамотная организация, работая как генподрядчика. Второе, это все-таки объект строился в сжатые сроки. Очень много видов работы сейчас нам приходится переделывать. И есть проектные изменения, которые тоже в ходе инспектирования разных инспектировщиков и организаций, у них новые требования, нам приходится переделывать. Между тем, в арбитражном суде Чувашии рассматривается дело о банкротстве строительной компании. На некоторые работы Алза привлекла субподрядчиков, и они жалуются, что с ними никак не рассчитаются. Есть такая, полностью не рассчитались еще. И с нами полностью рассчитались, и мы с подрядчиками полностью не рассчитались еще. Он вообще говорит, что бюджетное средство перевел? Не вся сумма. Строительство этой школы обошлось почти в 700 миллионов рублей. Средства, которые предусмотрены по проекту, вовремя ушли генеральному подрядчику. Ситуация напряженная. Подрядчик свои обязательства вовремя не выполнил. Соответственно, сейчас работает и город, и Минстрой в форс-мажорных обстоятельствах, чтобы мы в эти 10 дней уложились. К 1 августа на объекте надо не только завершить строительные работы и благоустроить территорию, но и получить лицензию. А для этого пожарные, Роспотребнадзор и другие организации должны успеть проверить готовность школы к новому учебному году. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.